Верховный совет единогласно одобрил политику советского правительства и ратифицировал договор. Адольф Гитлер заявил в Рейхстаге, что может присоединиться к каждому слову, которое сказал народный комиссар по иностранным делам Молотов. На следующий день, 1 сентября, Гитлер напал на Польшу. Франция и Англия, выполняя обязательства данные Польши, объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Принято считать, что пакт с Гитлером был подписан ради того, чтобы сорвать образование единого антисоветского фронта. Судьба Германии решалась в доме человека, который через несколько лет прилетит в Москву, чтобы подписать знаменитый пакт с Молотовым. А в январе 1933-го секретные переговоры об условиях, на которых вождь национально-социалистической немецкой рабочей партии Адольф Гитлер получал право сформировать правительство, шли в берлинском пригороде Далем, в особняке Иоахима Ульриха Фридриха Виллефон Риббентропа, торговца винами. Осенью 1938-го в Москве проходило совещание пропагандистов по случаю выхода в свет краткого курса истории ВКПБ. Сталин, выступая, сказал. Большевики не пацифисты, которые вздыхают о мире и берутся за оружие только в том случае, если на них напали. Неверно это. Бывают случаи, когда большевики сами будут нападать, если война справедливая, если обстановка подходящая, если условия благоприятствуют. Большевики вовсе не против наступления, не против всякой войны. То, что мы сейчас кричим об обороне, это вуаль, вуаль. Все государства маскируются. С волками живешь, по-волчьи приходится выйти. В зале засмеялись. Глупо было бы все свое нутро выворачивать и на стол выложить, продолжил Сталин. Сказали бы, что дураки. В середине августа 1939-го Гитлер, который уже готовился к нападению на Польшу, понял, что нуждается как минимум в благожелательном нейтралитете Советского Союза. Командование Вермахта доложило Гитлеру, что без поставок советского сырья увеличение военного производства исключено. И если Вермахт желает воевать, Германии нужны прочные торговые отношения с Советским Союзом. Утром 15 августа 1939 года Шуленбург получил указание немедленно посетить Молотова и сообщить, что Риббентроп готов прибыть в Москву, чтобы изложить господину Сталину точку зрения фюрера. Молотов ответил Шуленбургу, что готов подписать пакт о ненападении только при наличии специального протокола, в котором будут оговорены все важные вопросы, интересующие Советский Союз. 19 августа Шуленбург сообщил Молотову, что Риббентроп уполномочен подписать в Москве специальный протокол, в котором будут определены интересы обеих стран в районе Балтийского моря и решена судьба прибалтийских республик. Ответ Молотов дал только поздно ночью. Гитлер не спал до утра, ожидая отчета от Шуленбурга. Молотов ответил, что если торговое соглашение будет подписано на следующий день, 20 августа, то через неделю, 26 или 27 августа, Риббентроп может прилетать. Но Гитлер не мог отложить выяснение отношений со Сталином на неделю. Гитлер не выдержал и написал Сталину личное письмо. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нетерпимым. Польское поведение таково, что кризис может разразиться со дня на день. Я считаю, что при наличии намерения наших государств вступить в новые отношения друг с другом, нецелесообразно терять время. Поэтому я вторично предлагаю вам принять моего министра иностранных дел не позднее среды 23 августа. Министр иностранных дел имеет всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и дополнительный протокол, желаемый правительством СССР. В три часа дня Моутов принял Шуленбурга, который вручил ему письмо Гитлера. Моутов отправился к Сталину. Слово Гитлера о готовности подписать протокол было достаточно. Шуленбург сообщил в Берлин, что Кремль готов принять Риббентропа. Гитлеру передали телеграмму посла в тот момент, когда фюрер с многочисленной свитой сидел за столом. Прочитав телеграмму, он пришел в необыкновенное возбуждение. Он вскочил, воздел руки к небу и воскликнул. Это стопроцентная победа. Но теперь весь мир у меня в кармане. И хотя я этого никогда не делаю, теперь я выпью бутылку шампанского. И он пил алкоголь, писал Шуленбург своей верной подруге Алле фон Дуберг, будто бы второй раз в жизни. Я пишу тебе об этом за тем, чтобы по крайней мере ты знала, кто одержал эту стопроцентную победу. Невероятно быстрое подписание договора оказалось возможным только потому, что все было подготовлено заранее и успех был обеспечен. Мы добились за три недели того, чего англичане и французы не могли достичь за многие месяцы. 22 августа вечером Риббентроп с делегацией в 37 человек на двух транспортных самолетах «Кондор» вылетел в Кёнигсберг. Прямые перелеты Берлин-Москва были еще невозможны. Ночью Риббентроп не спал, готовился к переговорам. В час дня 23 августа немецкая делегация прилетела в Москву. На летном поле Риббентропа приветствовал первый заместитель наркома иностранных дел Потемкин, фамилия которого, для знавших русский язык и русскую историю немцев, была символом нереальности происходящего. Вечером в служебном кабинете Молотова помимо хозяина немцы увидели Сталина. Посол Шуленбург был поражен. Сталин впервые сам вел переговоры с иностранным дипломатом о заключении договора. Иностранные дипломаты вообще не удостаивались аудиенции у Сталина. В наркомате иностранных дел неизменно отвечали, что генеральный секретарь – партийный деятель и внешней политикой не занимается. Они втроем, Сталин, Молотов и Риббентроп, все решили в один день. Сразу же договорились о Польше. Это государство должно исчезнуть с политической карты мира. Сталин сам провел толстым цветным карандашом линию на карте, четвертый раз поделившую Польшу между соседними державами. Риббентроп предложил, чтобы Финляндия и Эстония вошли в русскую зону влияния. Литва отошла бы к Германии, а Латвию они бы поделили по Даугаве. Сталин потребовал себе всю Латвию и значительную часть Литвы. Он пояснил, что Балтийский флот нуждается в незамерзающих портах. Риббентроп обещал немедленно запросить Берлина. Сделали перерыв. Риббентроп уехал в германское посольство и в ожидании ответа сел ужинать. Он был в отличном настроении, восхищался Молотовым и Сталином. Ответ из Берлина не заставил себя ждать. Фюрер просил передать своему министру. Да, согласен. Гитлер был готов на все. Ведь Сталин избавил его от страха перед необходимостью вести войну на два фронта. Ближе к полуночи все договоренности закрепили в секретном дополнительном протоколе к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 года. Даже немецкие дипломаты были поражены скоростью, с которой образовался Российско-Германский Союз. Шуленбург был в растерянности. Он мечтал подготовить пакт о ненападении, который бы укрепил мир. Вместо этого Сталин и Гитлер договорились поделить Европу. Шуленбург обреченно сказал своему личному референту Гансу фон Херварту. Этот договор приведет нас ко Второй мировой войне и низвергнет Германию в пропасть. Ганс фон Херварт немедленно встретился с сотрудником американского посольства в Москве Чарльзом Боллиным. И рассказал ему не только о переговорах, но и о тайных договоренностях и будущих территориальных приобретениях Германии и Советского Союза. Таким образом, на Западе сразу же узнали о секретном протоколе. Заканчивая переговоры, Сталин сказал Риббентропу. Советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Я могу дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера. Прямо в кабинете Молотова был сервирован ужин. Сталин встал и произнес неожиданный для немцев тост, в котором сказал, что всегда почитал Адольфа Гитлера. Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего фюрера, и потому хотел бы выпить за его здоровье. 31 августа Молотов на внеочередной сессии Верховного Совета доложил о заключении договора с Германией. Заключение Советско-Германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. Верховный Совет единогласно одобрил политику советского правительства и ратифицировал договор. Адольф Гитлер заявил в Рейхстаге, что может присоединиться к каждому слову, которое сказал народный комиссар по иностранным делам Молотов. На следующий день, 1 сентября, Гитлер напал на Польшу. Франция и Англия, выполняя обязательства данной Польши, объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Принято считать, что пакт с Гитлером был подписан ради того, чтобы сорвать образование единого антисоветского фронта. В реальности изоляция Советскому Союзу не грозила. Объединиться с Гитлером демократии Запада не могли. Другое дело, что они не хотели воевать с Гитлером и долгое время шли на уступки, наивно надеясь, что фюрер удовлетвориться мало. В 1939 году Советский Союз оказался в выигрышном положении. Оба враждующих лагеря искали его расположение. Сталин мог выбирать, с кем ему пойти. С нацистской Германией или с западными демократиями. В августе Сталин сделал выбор. Многие по сей день уверены в его мудрости и прозорливости. На самом деле Сталин свершил ошибку, которая обошлась России в десятки миллионов жизней. Западные демократии вовсе не ставили своей задачей уничтожить Советскую Россию. Они, конечно, не могли быть друзьями сталинского режима, но и они не были врагами России. Ни Англия, ни Франция не собирались нападать на Советский Союз. А вот для Гитлера Россия была врагом. С первых шагов в политике фюрер откровенно говорил о намерении уничтожить большевистскую Россию, как источник мирового зла. О Советской России, вспоминал Риббентроп, фюрер всегда говорил с острейшей враждебностью. При таком внутреннем возбуждении глаза его темнели, лицо становилось жестким и неумолимым. Гитлер был преисполнен фанатической решимостью ликвидировать коммунизм. Нападение на нашу страну было для Гитлера лишь вопросом времени. В 1939-м он в любом случае не собирался этого делать. Ни с военной, ни с внешнеполитической точки зрения Германия не была готова к войне с Советским Союзом. Отказ от предложения Риббентропа был бы на пользу России. Неизвестно, решился ли бы фюрер напасть на Польшу в сентябре 1939-го, но он точно не посмел бы ударить по Франции в следующем году, боясь Красной Армии в тылу. И не решился бы напасть на Советский Союз летом 1941-го, имея за спиной враждебные Францию и Англию. Оригиналы секретных договоренностей с нацистской Германией Молотов хранил в личном архиве. Уходя из Министерства иностранных дел, сдал их в архив Политбюро. Сменявшие друг друга советские руководители знали, что протоколы есть, но упорно отрицали их существование. Немцы сразу после войны опубликовали все секретные протоколы. В советской печати их назвали фальшивкой. В нашей стране многие по сей день не верят в их реальность. Настолько невероятным кажется сговор с Гитлером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова